Приветствую всех и приглашаю посмотреть прохождение планетарного боя Армагедец в игре Космические Рейнджеры 2. А карта это действительно полный Армагедец, и вы будете не раз поминать ее похожими словами. Но это совсем не потому, что карта какая-то плохая или неудачная, нет-нет-нет. Она наоборот очень-очень клевая, пусть и сложная, очень красивая. Вот, например, посмотрите, у киллероидов есть своя настоящая обсерватория, есть вот такой 70-метровый рефлектор, которого я, кстати, больше нигде не видел, и целая сеть радарных вышек, которые исследуют урановое ядро планетоида. Согласитесь, клево придумано. Дизайнер карты просто вот молодец. Замечательно все сделал. Есть также блазероиды со своим двигателем Гоноука, который гонит планетоид на столкновения, окей в известном фильме, ну а наша задача эти двигатели пустить на реверс и захватить данную базу. Еще из места достопримечательностей есть пара телевизоров, но они, к сожалению, совершенно ничего не показывают. Видимо, потому что доминаторы не платят за телевидение. Ну что же, здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд, как уже говорил. Хоть здесь завалено снегом, к вам не пройдут, но вот тут могут пробраться, пока вы будете заниматься чем-то другим и захватить вашу базу, у меня так было. И еще из сложностей карты, то что вы постоянно будете оказываться между молотом и наковальней, то есть между двумя враждующими силами. И спокойно вам здесь разобрать кого-то одного никто не даст, и с этим придется жить. Ну что ж, меньше болтовни, больше дела. Мне карта попалась, честно скажу, первый раз за все прохождения рейнджеров, но я хотя бы более-менее прилично выработал схему, по которой можно это сделать, без особого такого прям сильного-сильного напряга, чтобы не стыдно было вам показать. Для начала пара плазмоганщиков с разрядником, это просто очень хорошо поможет. И перегоняем вот сюда. Огнеметчик, потому что как без него здесь проходить, я не знаю. Я бы просто рыдал, если бы пришлось проходить это без него. Ну мируем, это тоже будет очень полезно. Встаем такой засадой, таким вот строем. И сейчас все зависит от того, куда пойдут киллероиды. Как правило, они идут вот сюда, к воротам, но могут пойти и к нам, или наверх. Чаще всего они идут к воротам. Это нужно иметь в виду. Что ж, мы это видим. И значит, это нам развязывает руки. Мы вполне себе спокойно можем не ждать их в засаде, а пойти и разбираться со всем самим. Так вот, ракетница мне не нравится здесь. Нужно бы отвезти ее немножко робота. Ой-ой-ой-ой, опасно. Опасная ракетница. Ой-ой-ой, добивай, добивай, добивай. Молодец, справился. Правда, тут легкая пушка еще построилась, но это уже не важно. Из-за тупеньких багов карты то, что ремонтники часто забывают лечить цели. Но, к счастью, не так часто, как могло бы показаться. Но иногда может быть так, что ремонтник, стоящий прям вплотную-вплотную, может ничего не сделать. Отлично, мы видим, что капнуло только что больше, чем 195, это тоже сыграет нам на руку микрочипов. Мы строим ракетчика с локатором. Это обязательно тоже нужно. Ну, для данной схемы прохождения. Встаем как-то вот так. Отлично. Берем теперь огнемячика подручное. Видите, здесь ледяные шипы. Мы можем через них. Вполне себе спокойно. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это... Вот такого нам тут не надо. С этим нужно разобраться обязательно. Все. Разобрались? Отлично, можем продолжать заниматься ракетницей. Тем более приехал ракетчик. Это нам тоже на руку сыграет. Да что ж ты не прожигаешь через эти таросы? Ммм, странно. Иногда вот вроде полный заряд струи, она подтупливает, потому что типа не видит цель. Ммм, ничего не понимаю. Но, впрочем, это и не важно. Нас теперь больше на этой точке ничего не держит, и мы можем с нее перегазовывать. Вполне себе спокойно. Тут сейчас нам повезло. Идет махач между двумя сериями. А они не идут к нам, по крайней мере. Так. Я бы опять взял сейчас огнеметчика подручное и просто это дело выжиг, пока мы захватываем сам завод. Вот отлично. Теперь ремонтником встаем вот сюда в уголочек. Я сказал, встаем в уголочек ремонтником. Боже ты мой. Давай по-нормальному. Да вот давай без этого. Строим ракетницу. Она тоже нам здесь сыграет на руку. Все, теперь берем ракетчика подручное. Видите ракетницу? Мы вполне себе спокойно с локатором ее сбреем отсюда. А вот если бы мы пытались просто пройти мимо, то нас бы ничего хорошего не ждало. Огнеметчик ее тоже ковыряет так себе, потому что струя по траектории вверх летит довольно плохо. И именно ракетница здесь, к сожалению, та самая, да, порезанная ракетница и позволяет более-менее прилично с этим разобраться. Так, вот куда-то... Не туда сейчас ракеты полетели. Отлично, здесь дело сделано. Теперь нам нужен огнеметчик. Но почему вот надо было именно там пойти, а не по-нормальному? Скажите мне, пожалуйста. Здесь видим прострел тяжелой пушки. Он закрыт, видите, вот этой рампой металлической. И мы совершенно спокойно ее здесь выжигаем. Вообще без лишних усилий и слов. Не получилось у него ее отхилить. Приятно. Кстати, киллероиды здесь могут преподнести вам сюрприз и построить бомбу. У меня уже так было. И было не на одной карте, прошу заметить. Так что имейте это в виду. Ну, захватим уже огнеметчика. Мы на самом деле можем это сделать с тяжелой пушкой. Все, отлично. Удалось сохранить обоих плазмаганчиков, да еще и ракетчика. Это просто обалденно, скажу я вам. И сейчас нам стоит опасаться нападения сверху. И восстановим потерянного из-за захвата базы огнеметчика. Опять его нумеруем. Это тоже важно. Так, ну и, собственно, куда нам идти сейчас? Нужно встретить то, что сверху. Как мне кажется. Ракетчик. Пусть стоит где-то здесь. Но они, в крайнем случае, тут заспулют атаку и будет круто. Угу. На самом деле, построил бы его избежание какой-нибудь дичи тюрельку на базе. Вот, отлично. Видите, какая здоровая волна пришла? А прикиньте, если бы мы были не готовы к ней. Смотрим, что сзади творится, кстати. Вроде пока все нормально. Вроде пока атакой не последовало. Ну что ж, это здорово. Теперь бы нам нужно сломать вот эту сторону. В принципе, мы уже можем себе это позволить. Потому что здесь не должна прийти сильно серьезная атака сейчас. На самом деле, огнеметчика я бы выделил, конечно, сюда. А, пожалуй, поставлю здесь одного плазмоганчика. Верну его сюда. Хотя нет. Не верну. Ну вот. Будет здорово здесь вполне. Здесь мы восстановим сейчас. Вот, отлично. Ремонтик оба еще построить, но вот ресурсов нету, конечно, это печально. Вот как-то так встанем пока. Что вижу здесь? Вижу, что собирается новая волна. Нам нужно к ней быть готовыми. Встанем вот как-то так. За тяжелую пушку спрячемся. Да, место, конечно, ограничено здесь. Печально. Так, так, так. Вот вижу здесь нехорошее поползло. Это значит, нужно построить еще огнеметчика. Опять-таки спрячемся за тяжелую пушку. Не будем отдавать роботов просто так. Кстати, на карте огромный избыток плазмы. Я не знаю, зачем. Потому что решительно, просто некуда девать ее. Ибо микрочипов даже нету, чтобы строить элементарно ракетница. Ну вот. Это все обошлось без лишних затрат, без лишних слов. Просто взяли и сделали. Ой-ой-ой, кто-то у нас поехал. А, это другой огнеметчик. Так тебе вообще нельзя уезжать оттуда, ты сдурил, что ли? Просто вот на всю мощь. Это было опасно. Принимаю специально часть урона на огнеметчика, чтобы успеть отхилить вот этих, потому что там вот ракетчик, к примеру, едет. И, ну ладно. Будем считать, что огнеметчик пожертвовал собой. Для большего блага. Все, едем теперь сюда. Захватывать вот это. Так, ладно. Этим ребятам тоже нужен очень ремонтник. Вот 290 энергобатареи у нас как назло нету. Но, есть хорошие новости. Это как раз заводы с ресурсами. И мы можем теперь позволить себе больше, чем раньше. Пусть... А, там турельки. Понятно. Вот здесь, на самом деле, не лучшая точка для защиты, поэтому я, наверное, этот завод захвачу и уйду отсюда сразу. В избежание всяких неожиданностей. Так, ты захватил. Хорошо. Тебя пронумеруем. Блин. Надо бы им ремонтника прислать. Он понадобится, это я чувствую. Все, отлично. Ну, как бы, самая тяжелая часть карты позади, которая могла бы быть, но это еще далеко не конец, скажу я вам. Так, давайте выжгем вот эту турельку лазерную. Как-то очень интересно летит струя у нас через завод. Ну вот, а теперь можно и традиционным образом. Опс. А здесь нежданчик идет, к которому мы пока не готовы. Потому что нежданчик едет сбоку. Так, мне это не нравится. Надо отступать. Ну вот, как-то так. Перегруппируемся. Спокойно. Только спокойствие. Зажариваем его прямо у телевизора. Сгорело на работе. Уходим отсюда. У избежания всякого такого. И переключаемся назад. У нас есть отхилл. У нас, в принципе, есть все, что нужно для жизни. Угу. У нас нет еще одного плазмоганщика. Который нам бы мог пригодиться. Где-то вот с этой стороны. И дальше, пожалуй, я перейду на более дешевых уже роботов. Потому что больно дорого воевать именно такими средствами. Так, так, так. Построился, что ли, да? Ммм. Пардон. А, я его туда прислал. Все. Я понял. Пойдем теперь сюда. Что происходит тут? Да ничего хорошего. Ну, справляемся же. Угу. Тут все под контролем. Это прекрасно. Еще бы одного плазмоганщика хотелось здесь меня увидеть. Робот готов. Что здесь? М? А, понятно. Ну, трое там вполне хватает. Это хорошо. Теперь видим вот эту тяжелую пушку. Она не сулит нам абсолютно ничего хорошего, потому что вот огнемячик, насколько я знаю, не умеет ее выбивать. Или умеет? Давайте посмотрим. Нет, вот половина удалось меня выбить. Хорошо. Плохо то, что я ремонтника сейчас отправил в какую-то дичь. Ой, приезжает плазмоганщик. Это клево. Тема. Если есть ракетчик, как бы, зачем страдать? Со всяким напалмом. Кстати, что интересно, вот эта ракетница вообще пофигу на нас. Танцуй. Все, станцевал. Хе-хе. Ну вот, теперь можно подняться культурным образом и встать на этой возвышенности. Ракетница и глазом не моргнет на нас. Это приятно. Опа. Там идет радио новая волна. Блин. Как на злоплазмоганщик и как-то некрасиво встали совсем. Мешают друг другу. Так что не удивлюсь, если сейчас будет какая-то неожиданность. Ну, будем надеяться, что нет. Я теперь бы, знаете, построил более дешевых роботов вот с пушками. Пачку целую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А там еще и тяжелая пушка вон наяривает с этой позиции. Так что вроде как должны справляться. Робот готов. Все, здесь теперь встанем в нормальное культурное оцепление. И фиг нас откуда отсюда кто выкурит. Потому что ресурсы-то у него тоже не бесконечные. Ну и что ж, остается только нам тогда построить еще роботов для решительного наступления. К сожалению, в ресурсах мы ограничены, но это не важно. Так, с этой позиции одна колонна и сейчас пойдет вторая колонна. А, все, у нас предел по заводам случился. Ну ладно. Что ж, теперь. Они, походу, заспулиться сейчас на левую сторону. Это наш шанс действовать. Нужно обязательно выбить ракетницу. Глуши, глуши, глуши. Ага. Молодец. Разбили ты у нее хорошо. Пятая группа идет сюда. Все. Завод будет захвачен. Арфаген будет разрушен. Так, а эти? Эти ползут медленно ну верно. Что ж, подождем тогда, пока придут все. И можно будет запускать. Ну, в принципе, можно уже, думаю, запускать. Здесь, правда, они часто подтупливают и ракетница вот это не видит, поэтому мне, скорее всего, ее придется сейчас кромсать через ручной режим. Но мы посмотрим сейчас, в зависимости от ситуации. Да, как-то странно не по мне. они... Нет, в принципе, нормально стреляют. О, он пошел под окружение. Какой молодец. Ну, будем надеяться, что все сейчас они здесь не отдадутся. Остается только рассчитывать на это. Да нет, вроде как, нормально все идет, более-менее. Фух. Да, скажу я вам, не просто это было. А уж когда первоначальную стратегию подбирал под решение проблемы. Ну, давайте завод уже захватим, чтобы все было красиво. Так, ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Будем сейчас вырубать двигатели всякие гнукские. Ну, что ж, пора. Думаю, сейчас будет уже захватывать. Поехали. Красота-то какая лепота. Что ж, таким вот было прохождение нашей карты. Надеюсь, она вам понравилась. Надеюсь, было интересным и полезным, то есть реально поможет что-то пройти. Ну, а если так, ставьте лайки, пишите комментарии и говорите, что думаете о видео. Мне будет приятно знать, буду знать, куда стремиться. Также, если видео особенно понравилось, принесло пользу, можно поддержать канал Денежкой по ссылке в описании. Есть гайд в стиме по доступности планетарных боев в зависимости от расы и статуса, также есть ссылочка на главной странице. Ну, и также жду вас в чате в дискорде, где можно пообщаться в реальном времени и в группе вконтакте, где вы можете быть в курсе жизни канала, делиться своими мыслями. Не подписаны на канал, подпишитесь скорее. Ну, а если подписаны, ставьте колокольчик рядом с назначком подписки, чтобы знать, что новые видео вот они уже здесь. Желаю вам удачи, всего доброго и скоро мы с вами снова увидимся. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok